Микс Ньюс Добро пожаловаться! Я хотела спросить... Вы слышите меня, да? Да, да, Владимир, у меня такой вопрос. Я хотела задать вам вот один вопрос. Здравствуйте, я по такому поводу... Каждый понедельник. По сути, вашего вопроса первое. Пожалуйста, да, ответьте на вопрос, почему такой закон принес? Это уже не соблюдение строительных домов. В 10 утра. Господин Сидорко, не могли бы вы разъяснить проблему проверки счетчиков? Здрасте, вот вопрос такой. У нас два подвала идут параллельно, да? И два входа в них. Обстоятельные ответы... А как? Вы не могли бы нам посоветовать... Я могу очень коротко сказать, что... Но коммунальные вопросы... Очень сложные вопросы. Это вопрос, наверное, не домоуправления и даже не жильцов. Я понял вопрос. Спасибо. В законе написано очень четко. Председатель правления Центра собственников квартир Сергей Сидорко. На вопрос у меня был господин Сидорко. Я могу его задать? Не было ни одного случая, когда долги пристали. У меня к вам вопрос. А к кому вы хотите предъявлять претензии? В программе Добро пожаловаться. Ну, таков наш знак. Программа Добро пожаловаться. Добрый день всем уважаемым слушателям. Рэнзио Болтком. Сергей Сидорко, председатель правления Товарищества Центра консультации собственников квартиры. Председатель кооператива БАКа-2 в нашей студии. Здравствуйте. Добрый день. Доброе утро. Доброе утро. И телефоны, по которым вы можете звонить, задавать ваши вопросы, волнующие вопросы на коммунальные темы. 6-7-212-93-9, 6-7-213-93-9. Будем смотреть и следить также за тем, что вы пишете нам по СМС по номеру 2-3-0-6-1-91. Ну и, конечно, вопросы, ну вот, отопление как будто бы нас еще пока не подключили в нашем доме. Но я понимаю, что вот-вот, наверное, весь город уже будет со дня на день, начнется отопительный сезон. Какие другие насущные, может быть, проблемы, которые волнуют людей? Ну вот, по вашему сейчас опыту. Ну давайте мы немножко коснемся все-таки отопления, да? Я считаю, что это уже вопрос затягивается. Потому что на самом деле почему-то бытует мнение либо какие-то мифические плюс 8 градусов, либо решение дома. Но вот когда идет ссылка на решение дома, то это вообще, по-моему, немножко такое от лукавого. Потому что решение дома, чтобы принять качественно, нужно за неделю оповестить о том, что будет такое собрание. Потом нужно его провести, должен быть кворум, и должно быть большинством голосов этого общего количества квартир. Принято такое решение, и это все займет недели две. То есть такого рода, вот если мы говорим, что нужно таким образом решать вопрос, то я думаю, что актуальность этого вопроса пропадет еще задолго до принятия решения. В принципе, все-таки должен отслеживать управляющий. И если в холодных есть такие квартиры в каждом доме, это обычно первые этажи, торцевые квартиры, температура начинает приближаться к 18 и ниже градусам, то надо включать, и здесь никакой демократии быть не должно, иначе будет в определенной части клиентов будет холодно. Второе, с чем я бы еще раз хотел бы напомнить радиослушателям о чем, это все-таки запуск системы отопления при всей, скажем, простоте всего действия. Он связан с тем, что, во-первых, сначала нужно прокачать дом на достаточно высоких режимах, поэтому неизбежен перетоп на первых днях, и это должно быть, чтобы все проверить и быть терпеливыми. Если вы ощущаете, что у вас батареи не столь горячие, как вы ожидаете, то, во-первых, надо посмотреть на градусник. Если температура выше 16-17 градусов, то его в этот момент не должно быть отопления в доме. А второе, если явно температура низкая, а у вас батареи холодные, сообщить диспетчерскую о том, что у вас такое событие происходит, потому что, на самом деле, это, возможно, воздух, от него тоже не избавиться. И на запуск системы нужно отпускать где-то до двух-трех, до недели, скажем так, потому что пока все устаканится. Поэтому это тоже очень важно, ну, начинать отопительный сезон своевременно, чтобы уже в такую зону некомфортной температуры входить уже полностью готовыми. Есть же еще регуляторы на, ну, в современных тоже отопительных батареях. Иногда бывает, что мы там за зиму, ну, забываем с лета, где-то они вывернуты были на минимум, и нужно их тоже подрегулировать. То есть и такие могут быть проблемы. Поэтому, если действительно батареи холодные, то тогда нужно обязательно принимать меры. Я бы здесь поправил немножко. Регуляторы сами по себе – это, ну, достаточно такой хороший фактор. Но чаще бывает то, что люди ставят не регуляторы, а вентили на батарею с надеждой, что когда будут делать когда-нибудь в будущем ремонт, они смогут снять батарею. На самом деле, не знаю, кто там пользовался этими вентилями при ремонте, но очень часто бывает, что весной закрывают, поскольку жарко, и совершенно не считаются с тем, что при этом могут перекрыть отопление всему стояку. И это частый очень случай. И после этого осенью человек сидит, он забыл, что он вентилит повернул, а громко со всеми возмущается, что отопления по стояку нет. Вот на это тоже нужно обращать внимание и очень тщательно следить. Это вещи, которые можно найти только в квартире. То есть получается, что один человек может перекрыть отопление буквально чуть ли не целому… Всему стояку, то есть всем квартирам, которые находятся на одной с ним трубе. И это очень часто бывает. Это бывает очень часто. Поэтому мы у себя в кооперативе такие вентили запрещаем ставить. Регуляторы – это тоже очень полезная вещь. Их нужно ставить, когда вы меняете радиаторы у себя в квартире. Вообще желательно поставить во всем доме, потому что тогда, если вы в силу объективных причин, а этими причинами является ваше положение на стояке, мощность радиатора, которая установлена, вообще солнце с какой стороны. Там масса факторов. Включена ли газовая плита. В этом случае, если у вас стоит регулятор, то он сократит подачу лишнего тепла в вашу квартиру, у вас не будет перетопа, и дом будет более экономично отопиться. Такие вещи нужно делать. И в принципе, начало отопительного сезона, и особенно его конец, они вот покажут, насколько хорошо дома подготовились к отопительному сезону. И вот это уже, я думаю, переход к другому вопросу. Насколько мы готовимся сейчас к следующему лету? Это уже актуальнейший вопрос. Ну, единственное, что вот возвращаясь к вентилю, получается, что если вдруг возникают проблемы, и ряд квартир вот жалуются, что проблема с отоплением, как понять, вот, что мы же, опять-таки, этот вентиль находится в квартире, вот, мало ли вдруг вообще человека вообще даже нет на месте, он там уехал куда-нибудь в командировку или на заработки, а перекрыл этот вентиль и оставил без отопления практически вот чуть ли не полподъезда. Скажем, определиться с тем, что это причина того, что стояк стоит и не отапливается вентиль, можно, есть способ как. А вот дальше все очень сложно, потому что если человек либо не допускает в свою квартиру, либо уехал и никому не оставил ключей и так далее, то фактически легальных способов попасть в эту квартиру нет. То есть ты не можешь никак не взломать дверь, ничего, никому это не разрешено, и более того, всем надо понимать, что это невозможно, поэтому очень большая просьба ко всем, кто предполагает или у кого возникает такая ситуация, что они будут либо в длительном отсутствии, да даже и не в длительном отсутствии, все-таки нужно было бы информировать домоуправление о контактной персоне и одновременно позаботиться, чтобы где-то у доверенных людей были ключи. Я приведу простой пример. Все хорошо, ладно, бог с ним с отоплением, но большинство населения все-таки используют при подключении сантехнических приборов, таких как краны и туалеты, там бачок и так далее, гибкие шланги. Этот приборчик-то это такое приспособление, которое везде продается, шланг в оплетке, считается, что все очень хорошо, наверное, но на самом деле это очень ненадежный элемент, он очень часто перетирается. Из-за колебаний давления шланг внутри, если шланг некачественный, то внутри простая резинка, снаружи довольно жесткая оплетка, и шланг начинает тереться, и через какое-то время он перетирается. Ну, представьте себе, что у вас, допустим, соединение бачка, смывного бачка с краном, там дырка, начинается поток. И это очень распространенная причина аварии. И вот в этом случае, ну, фактически, если вы уехали и не оставили ничего, никаких возможностей легально проникнуть в вашу квартиру, то до вашего возврата дом будет сидеть, вот этот стояк будет сидеть без воды полностью. Он будет отключен, и ты ничего не можешь сделать. И таких моментов достаточно много. А есть ли способы, ну, я не знаю, как-то взыскать с человека, ну, тот ущерб, который он нанес соседям своим? Ну, если имеется в виду ущерб, который произошел в результате залития самого факта, то да, конечно, если есть страховка, либо если у вас страховки нету, то в обычном гражданском правовом порядке вы можете судиться и требовать компенсации. А если говорится о неудобствах, ну, я не знаю, как вы ущерб посчитаете. Ну, ущерб, например, человек, который находился в холодной квартире, из-за того, что он не мог воспользоваться услугами отопления, заболел, например, пропустил какие-то, ну, нанесен ущерб у его здоровья. Ну, знаете, это надо говорить с юристами, потому что это уже больше к области относятся не материальных, а, скажем, моральных потерь или каких-то других, и я не в курсе. Ну, затеять такой процесс можно, но наивно, наверное, рассчитывать, что суды будут все подряд и все в одну сторону рассматривать. Там все это очень сложно, и это обычный гражданский процесс, который будет идти достаточно долго, и смысл, не знаю. Ну, то есть, получается, что все-таки придется нам взывать скорее к совести людей, которые, ну, может быть, ставят эти вентили незаконно или таким образом просто забывают о том, что они поставили и перекрыли эти вентили, и, в общем, чтобы не доставляли они неудобства своим соседям, с которым им тоже придется потом общаться и жить. Всяко бывает, допустим. Сейчас мы одну в кооперативе, одну аварийную ситуацию пытаемся остранить через Новосибирск. А каким-то образом? Ну, так, хозяйка сдала квартиру и уехала в Новосибирск. Арендатор сказал, что, зная свои права, что он всех отправляет куда подальше. Вот мы нашли хозяйку, вычислили, где она. Представляете, на это же все время это колоссальное неудобство всем вокруг. Да, да. Потом мы зашли в эту квартиру, и оказалось, что там она вся поперестроена, и все зашито, и все красиво. Вот опять юридически, а кто же будет отвечать за все эти повреждения? Типа повреждения, хотя там необходимо было вскрывать, потому что некачественно был выполнен ремонт, и из-за этого происходили периодические залития. Там опять фашистская квартира вниз протекала на сквозь. Всякие истории бывают, всякие тяжести бывают. Но я понимаю, что вот эти закрытые квартиры, конечно, эти черные ящики, они создают большие риски для соседей, и вот такого рода ситуации, когда люди уезжают, сдавая квартиры, пуская в квартиру каких-то непонятных людей, это все... Ну, это все осложняет, это все осложняет, потому что хорошо, если арендаторы ответственные, такое чаще всего бывает, они, как правило, допускают, и там берут на себя ответственность, если это они виноваты. Но бывают и случаи, когда или человек уехал просто-напросто, там вот родители уехали к детям куда-то в другую страну. И квартиры решились, что вот она вот, ее закрыли, и вот пусть она стоит. За квартиру платят, а концов ты не найдешь в случае необходимости. Это очень сложный вопрос. И я думаю, что законодателю надо будет со временем озаботиться этим вопросом. В телефонном нашей студии 67212-93-9 и 67213-93-9 до 11 часов у вас есть возможность дозваниваться, задавать вопросы председателю управления товарищества Центра консультаций собственников квартир и председателю кооператива БАКа-2 Сергею Сидорко. Вы также можете писать на номер 2306191, 2306191, ваши вопросы. Ну, а пока переходим, ну, да, вот мы говорим об отоплении и о том, насколько готовы к отопительному сезону. Закончились, я понимаю, наверное, какие-то основные подготовительные работы во всех кооперативах, скорее всего? Я думаю, что во всех вообще многокруптивных домах уже этап осенних работ практически заканчивается, либо еще есть на некоторые работы отпущены еще месяц, примерно по климату. После этого все закроется до следующей весны, потому что активные ремонты крыш, стен, системы отопления уже будут невозможны. Там уже надо будет эксплуатировать здание в том виде, в каком оно есть, и дай бог, чтобы это не была аварийная эксплуатация. Но, в принципе, уже на сегодняшний день накоплена очень большая практика и статистика, и понятно, что наиболее экономичны и наиболее комфортны себя люди чувствуют в тех домах, которые прошли в инновацию. И здесь уже, по-моему, даже спорить некому и не с чем. Потому что я еще раз могу сказать то, что вот я вижу по анализу Министерства экономики и по анализу своих собственных данных. Я вижу, что у нас есть звонок. Здравствуйте, доброе утро. – Добрый день. – Добрый. – Вас беспокоят из Елгавы, Алексей. У меня к вашему гостю такой вопрос, может быть, он сможет на него ответить. Вот у нас перед началом отопительного сезона во всех домах делают опрос по поводу, желают ли жители сделать гидравлические испытания системы отопления. И назначают баснословную цену. Вот, например, в нашем доме где-то там 72 квартиры, 9-этажка, да? Почти 500 евро опринут, типа, как проверка, да? Я немножко разбираюсь в этой сантехнике, ну, в этом отоплении, да? Это, по-моему, это невероятная цена. Что бы мог сказать ваш гость на эту тему? – Вы не вешайте трубочку, пожалуйста. Что вы подразумеваете под гидравлической проверкой системы? Это подготовка теплового узла или это опрессовка всего дома? – Нет, нет. Насколько я видел, да, просто ребята приезжают, ставят манометр на эти самые, на трубы, вот. И через какое-то время приезжают и проверяют, упало давление или нет. Больше никаких там проверок, ничего нет. Все, ничего там в теплоузлах не делается. Вот, представьте, например, город, проверить испытание теплоузлов, сделать перед опрительным сезоном. Это слишком долгий процесс, а там они это делают, там очень быстро все это как же делается. Дом проверяют за один день. Вот, и поэтому я просто прикинул, что цена это фантастическая. – Ну, вот здесь мы, я попробую ответить, ну, на примере города Риги. В городе Риги есть два этапа подготовки к зиме. Первый этап – это гидравлические испытания, которые производит Рига Силтумс, и это делается теплотрасса. То есть мы отключаем теплоузлы от сетей, и дома отключаем от сетей, и там опрессовывается вся система отопления. И одновременно с этим параллельно ведутся работы по подготовке теплоузлов к новому отопительному сезону. Это обязательное требование Рига Силтумса, и проверка, потом приемка теплоузла происходит в присутствии инспектора от Рига Силтумса. Эти работы, требования к теплоузлу перед началом отопительного прибора, он должен быть оснащен поверенными, проверенными, киповскими всеми приборами, манометрами, термометрами, то, что положено, это первое. Второе – должны быть проверены теплообменники на герметичность. И третье – сам теплоузел должен быть опрессован с учетом того, что он в период определенного времени не должен терять давление. Значит, ну вот эта последняя стадия опрессовки, она, скажем, наиболее, видимо, то, что вы видите. По всей видимости, я надеюсь, что коллеги ваши… Я могу добавить что-то? Да, конечно. Видите, они пишут обычно что? Что, значит, в результате проверки, типа, желательно быть дома, то есть, если вдруг какие-то утечки на батареях, то сообщить. То есть, получается, они не теплоузел проверяют, не подготавливают его, не чистят, не проверяют прибор, не тестируют, там, не юстируют, а только лишь проверяют, текут ли краны, текут ли трубы и так далее, и так далее. Понимаете? И вот за эту операцию, то есть, они поставили манометр, иногда даже манометр могут и не ставить, он с прошлого года может стоять, да? Просто посмотрели падение, проверили, уехали, на следующий день приехали, проверили и уехали. Все, 500 евро в кармане. Ну, видите… Это вообще какая-то фигня. Я могу сказать так, я не буду касаться денег, я вам скажу по-другому. Я бы не рискнул опрессовывать внутридумовые системы, потому что, хотя мы, допустим, все в корпоративе стараемся жестко контролировать установку и замену радиаторов вмешательства, тем не менее, я не уверен, что какой-нибудь умелец в какой-то момент может поставить либо батарею пониженной, предназначенную для более низкого давления, либо арматуру какую-то несоответствующую. Поэтому я комментировать сами эти работы не могу, я скажу так, что у нас подготовка таких тепловзов в том объеме, в котором вы говорите, делается, и делается она, ну, примерно, цена до 200 евро где-то доходит, с учетом того, что там приходится возить все эти приборы на проверку, докупать и так далее. Спасибо большое за ваш ответ. Пожалуйста. Спасибо большое. Спасибо. Ну и я еще раз напоминаю, что вы можете задавать вопросы по телефону 67212-93-9 и 67213-93-9, а также писать на WhatsApp 23006191. Сергей Сидурко, председатель правления товарищества Центра консультации собственников квартиры, председатель кооператива БАК-2 в нашей студии. Вот буквально у нас две минуты, я даже не знаю, может быть, я успею только зачитать, просто нам слушательница прислала такой вот скриншот новости и просит ее прокомментировать. Ну, у нас вот за эти две минуты я, наверное, только успею прочитать, а комментарий уже будет после паузы. Значит, новость такая. Благодаря новой методике должны снизиться цены на газ, воду и электричество. Государственный регулятор утвердил новый метод расчета нормы прибыли для регулируемых предприятий-монополистов, обеспечивающих услуги газа, электро и водоснабжения. Регулятор обещает, что из-за изменения тарифы для конечных потребителей должны снизиться. Регулятор вот утвердил изменения в методике расчета ставки отдачи капитала, и это значит, что разрешенная прибыль для регулируемых предприятий вода, газа и электроснабжения сократится. В дальнейшем формула будет учитывать изменения цен, ну и прибыль в предприятии заложена в конечный тариф для потребителя, поскольку она заложена уже, то можно ожидать, что тарифы со временем понизятся, если норма прибыли уменьшится. Ну вот, вот такая очень большая просьба прокомментировать эту новость, ну что мы и сделаем буквально через несколько минут. Продолжается программа «Добро пожаловаться». Сергей Сидорко в нашей студии, ну вот до ухода на рекламу мы, я зачитал новость, которую нам прислала слушательница о том, что благодаря новой методике должны снизиться цены на газ, воду и электричество. И просят вот сказать, так ли это вообще в будущем. В будущем. Я из этого информационного материала вижу только одно, что изменяются нормы прибыли, значит изменяются в будущем, и когда будут подавать на новые тарифы, значит будут подавать с меньшей или с какой-то другой формой нормы прибыли. Но это не означает то, что сегодня утвержденные тарифы будут пересматриваться. Вот так. А у нас между тем есть звонок. Здравствуйте. Доброе утро. Доброе утро. Доброе. Такой вопрос. Вы знаете, что уполномоченные выбранные лица из числа жильцов имеют право объявлять конкурс на проведение капитального ремонта, в частности по воде и теплу. Скажите, пожалуйста, после того, как получены сметы от предполагаемых ремонтеров, есть ли возможность получить какой-то отзыв от специалистов, поскольку очень часто выбранные лица не технически образованные лица. И вообще, второй вопрос, наверное, есть ли какая-то общественная организация, помогающая этим выбранным лицам управлять, помогать, предположим, лицам парвалды, управлять, благоустраивать и дом. Спасибо. Понятно, спасибо. Ну, я могу тоже сказать, что вот у нас совсем недавно было вообще собрание жильцов дома, там обсуждались сметы, ну, и вот есть несколько человек-активистов, которые, ну, вот взяли на себя, там, в такую функцию заниматься делами дома, и вот буквально вот одного из них спрашивают, а действительно ли там вот сметы, которые там нам прислали, вот нет ли там где-то завышения каких-то требований? Он говорит, нет, я все проверил, то есть все в порядке. То есть вот хорошо, когда есть человек, там он с инженерным образованием, он может в этом разбираться, если в доме, ну, нет таких людей или нет желающих тратить свое время. Вы знаете, я бы здесь начал немножко с другого. Во-первых, уполномоченные лица, это те лица, которые имеют полномочия от дома. Мы очень часто подменяем понятие контактная персона на уполномоченное лицо. Уполномоченное лицо, это все-таки лицо, которое двумя ответами голосов получило какие-то права на решение от имени собственников квартир дома. То есть это серьезно, это доверенность, это выдача от имени большинства жителей, доверенности на определенное лицо. Это не исключает того, что дом может объявлять там закупку, может готовиться к ремонтным работам и так далее. Все это очень похвально. Единственное, меня настораживает другое. С теми сметами, с которыми я сталкивался, их, скажем, зачастую качество весьма и весьма под вопросом. Это первое. Хотя они оформлены в соответствии с правилами, там внешнее оформление все очень красиво. Второе, сам подход. Давайте мы вот хотим заменить трубы, давайте мы объявим конкурс, и там придут пять исполнителей, нарисуют нам какие-то бумаги. Чудненько. Только это ни о чем не говорит, и проверять дальше нечего, потому что каждая фирма, которая придет вам при таком подходе, она вам скажет, напишет вам смету на тему, которую если перевести на обычный бытовой язык, называется «Мы сделаем вам хорошо». А насколько это хорошо, в чем понимание, это уже вопрос другой. Поэтому я бы рекомендовал, все-таки, когда вы беретесь делать работу, ну, допустим, сейчас очень популярная идея, я понимаю, что она действительно стала популярной, она очень обоснованная. Если это замена инженерных коммуникаций в виде водопровода и канализации, то есть в доме, то, наверное, надо начинать немножко с другого. Не так вот кидать клич строительное сообщество, что дайте нам предложение. Все-таки разоритесь чуть-чуть, закажите проект, он несложный. Вы не можете зачастую знать, что, допустим, какие особые требования пожарной безопасности накладывает нормативная база в случае, если вы меняете металлические трубы на пластмассовые. А там есть очень серьезные требования, которые сильно удорожают проект и которые направлены на обеспечение вашей безопасности. Дальше есть определенные требования, там, арматура или, скажем, тот же вентиль, пишут, сметохлодвентиль, то есть это шаровый вентиль. Ну, цена его может определенного диаметра колебаться от евро до 4, 5, 6 евро. Видимо, есть какая-то подводная вещь, почему? Значит, надо к этому вентиль, нужно написать его характеристики и так далее. Я бы рекомендовал, если вы хотите всерьез этим заниматься, и я особенно рекомендовал бы уполномоченным лицам, чтобы минимально рисковать, сначала договориться и заказать проект. Что значит проект? Это будет схематическое решение, люди компетентные посчитают, сколько у вас там труб, стариков, этажей, сколько нужно муфт, соединений и так далее. Они все это изложат технической документацией, эти же проектировщики, они же вам и изложат основные технические требования к этому. Вот когда вы имеете на руках такой документ, то в этом случае вы потом можете говорить, что если вы объявляете закупку, то вам любой строитель, который придет, он будет обязан заполнить вот этот документ по той норме. И тогда вы можете сравнивать, потому что у вас будет технический строитель, будет подписываться, что он обеспечит все строители, которые придут к вам с предложением, они обязаны обеспечить одинаковое качество и технические характеристики конечного продукта. Они, я вам сделаю хорошо, да, конечно, мы все учтем. И вот это является грамотным подходом. Поэтому я говорю, на начальной стадии, или это касается модернизации системы отопления, или это касается коммуникации, или это касается ремонта крыши, что обязательно там нужно еще и определенное разрешение строительное получать. Начните, пожалуйста, с проектно-сметной пояснительной документации. Она бывает разной сложности, разной цены, но когда вы изначально определяете, допустим, что вы хотите купить, ну, я не знаю, ну, давайте будем говорить, ну, ручку, гелевую ручку, что там 0,7, ну, тогда давайте зададим параметры, что мы хотим купить, а потом будем обращаться за предложениями. И выпуская уже в пределах одной модели, там, вот эти компании, они вам начинают предлагать какие-то конкурентные. А не так, что каждая компания по факту предлагает свой продукт. И тогда сравнивать фактически, кого вы найдете, никто вам не даст отзывы. Одна компания приходит, говорит, что мы вам поставим пластмассовые трубы, там, под давление 20 атмосфер, другая скажет, что она поставит такие же трубы, но еще с такой-то оплеткой и так далее. А в чем суть? В чем лучше, хуже? Я думаю, что это нужно выносить на начало. Вот вторая часть вопроса была, нет ли каких-то общественных организаций, которые помогают решать такого рода вопросы? Общественных организаций нет на сегодняшний день таких. Нет сегодня. Нет сегодня таких общественных организаций. Наверное, скорее всего, вряд ли какая-то организация возьмет на себя, ну, вот такую роль. Роль, но на самом деле, наверное, общественная организация могла бы помочь обучать этих людей. Да, пожалуйста, здравствуйте, вы в эфире. Большое спасибо за половину ответа, но очень существенная помощь, но где эти проектные организации, как узнать о них, чтобы заказать там проект на проведение капитального ремонта? Ну, я сейчас скажу очень просто. Это должны делать сертифицированные в своей области инженеры. До снабжения и канализации есть один сертификат, и теплоснабжение – это один сертификат. Если вы касаетесь строительно-архитектурной части, то это второй сертификат. Все специалисты должны иметь соответствующий строительный сертификат на право заниматься проектированием и вообще надзором за данные отрасли. Все специалисты перечислены на сайте Министерства экономики. Но больше я сказать не могу. А дальше уже смотрите, кто ближе к вам, если вы к вашей полокации. То есть на сайте Министерства экономики вы можете найти всех сертифицированных специалистов. Это не проблема найти их, я вас уверен. Телефоны 67212-9399, 67213-9399, WhatsApp 2306191. Вот пришло сообщение, сейчас я его зачитаю. Добрый день. Наш дом собрал подписи для подключения тепла к дому. Подключили нас 27 сентября, это было в пятницу. С 12 батареи были горячие, а к 21-30 стали ледяные. Мы звонили в силу Томсервис Рига. Нам сказали, что в течение трех рабочих дней приедут мастера. Разве не должно быть, что должна приехать аварийная бригада? Наш дом Сталинка в сырую погоду. Здесь очень холодно, плюс еще маленькие дети. И нам платить за дополнительное электричество для колориферов, чтобы отапливать квартиру, очень дорого. Вот такой крик о помощи. Ну, я бы сказал, прокомментировал это с двух позиций. Во-первых, что там произошло, не знаю. Я бы не счел эту ситуацию, скажем, аварийной в том плане, что она приведет моментально к тяжелым последствиям. Поэтому там ехать в течение часа на такую ситуацию, но это вопрос мощности организации, которая обслуживает ваш дом. Я не считаю, что это экстра. Но три дня? Почему три дня? Может быть, все-таки имелось в виду не рабочих дней, а потому что, судя по тому, что в пятницу поздно вечером батареи стали холодными, то есть это как раз суббота, воскресенье, и, может быть, эти три дня имелось в виду? Может быть, это. Здесь почему три дня? Для меня это вопрос. Но то, что там ночью никто не должен был так. Ну, я бы сказал так. Потому что, когда мы считаем, что аварийная ситуация горит-горит, нам надо учитывать, что аварийная служба не работает бесплатно. Тем более, наверняка, в данном случае здесь так. Ничего не течет, ничего. Если бы это было при минус... 40? Ну, или при нуле градусов, то я бы уже очень сильно волновался, потому что это уже там может воздействовать на какие-то коммуникации, которые находятся не в столь теплых местах и так далее. Но в этот переходный период, да, почему три дня, не знаю. Не знаю, потому что при запуске системы отопления, в принципе, выезд на дом, где систему запустили и там воздух, это не является аварийным, это плановый выезд. Почему? И в эти периоды обычно службы, которые запускают отопление, они не имеют выходных. Это то же самое, что в свое время мы с вами обсуждали, когда мусорные компании заявили, что мы можем по праздникам мусор не выразить, и мы потом довезем. Вот, аналогично, это странно. Звучит странно. У нас есть звонок. Здравствуйте, доброе утро. Здравствуйте. Добрый день. Ну вот, мы вдвоем практически два жильца обслуживаем дом. Значит, я авиационный инженер, знаю, как авиация обслуживала, техника, регламенты и прочее. А второй сантехник у него фирма. Мы все делаем. Нам мешают дом управления и латвийские дурацкие законы. Когда в квартиру нельзя попасть, человеку проверить счетчик. Вот. Когда долг мы не можем выбить человека, узнать прочие дела. В общем, в черте что, защита данных какая-то идет. Они сейчас будут меняться вроде бы. Ну, посмотрим, как будет. Спасибо. Ну, во-первых, я преклоняюсь перед людьми, которые берут на себя и заботу о своем доме. Если это еще к тому же происходит эффективно, это очень хорошо. Насчет немножко дурацких законов прокомментирую. А как вы себе представляете проникнуть в дом, в квартиру? Здесь, по-моему, не важно, какая причина. Важно, что все проникновения в твою частную собственность может быть произведено только по закону. Потому что в противном случае это, ну, ребята, извините, я пошел, что, как дом правый, я слышал, предложил там в присутствии полиции взломать дверь. А потом тот, кому взломали дверь, скажет, что у меня стоял на пороге чемодан с миллионом. И не доказывай. Ну, а с другой стороны, ну, это вообще, это уже ведет куда-то в другую сторону. Тем более по счетчикам, у вас же есть, наши законы предусматривают, вы письменно оповещаете собственника квартиры о том, что он должен обеспечить доступ. И если он его не обеспечивает, все в правилах прописано, то вы просто этот счетчик больше не проверяете, вы снимаете его с учета. И в этой квартире считается бесчетчиком, и на нее списывается вся разница показаний по воде, пока, собственно, не начнет выполнять правила. И я вас уверяю, если бы вы пошли по законному пути, да, он более хлопотный, и он займет у вас два месяца. Но после двух месяцев, если у вас есть такие люди, которые не пускают, они будут в очередь стоять к вам. Это первое. Получив по 200-300, по 500 евро счета за воду, люди очень быстро начинают понимать, что законы есть. Аналогично по долгам. Я уже не раз скомментировал, у вас есть возможность узнать, лично у вас есть возможность, как у собственной квартиры, узнать, что делает домоуправление, какие, где долги есть. Для этого нужно идти и просить ознакомить вас с делом дома. И расписаться за то, что вы ознакомились с этими данными. Но я крайне негативно отношусь к вашей фразе, я понимаю, что она из добрых побуждений, но вот выбивать долги, извините, не дай бог. Вы должны требовать от домоуправления, чтобы оно взыскало эти долги и приняло достаточное количество мер законных по взысканию долга. И не бездействовало, но ни в коем случае нельзя выбивать или даже думать о том, что вы пойдете и начнете позорить этого человека перед соседями. Не тот это путь. Пожалуйста, ваши вопросы. 6, 7, 212, 93, 9, 6, 7, 213, 93, 9. Хотя я слышал, что в России сейчас, по-моему, как раз пошли по такому пути позорить должников. И там даже, по-моему, ставят где-то перед домом палатки, где вывешены там списки должников. То есть там каким-то таким пытаются воздействовать образом коллекторы, которые выбивают долги. Но вот это опыт наших соседей. Это, кстати, тоже вызывает там очень разную реакцию. И в обществе идут там большие дискуссии. Я тоже посмотрел, можем так немножко сопоставить. Это был недавно по российскому телевидению сюжет. В каком-то поселке, значит, люди, имея колоссальные дома, не платят заводы. Перед ними стали ставить такие бетонные громадные тумбы, куда вмонтированы динамики, которые кричат, что ты не заплатил и так далее. Ну и когда выступал директор Водоканала насчет эффективности. Долг завода 2 миллиарда, а выбили 2 миллиона. Ну я прошу прощения, очень эффективный способ. Ну с другой стороны, наверное, нужно работать. Я могу с уверенностью сказать, что после где-то 2010-2011 года юридический механизм, принятый в Латвии, вполне себе позволяет быстро и оперативно взыскать долги. И спать не надо. Нужно их взыскивать. Это все работает. И очень легко. Так что давайте все-таки разделим вопросы. И не будем заниматься вот этим вот. Откуда вы знаете, что там за дверьми? Так, у нас вот еще пришло сообщение, что со старыми долгами за кредитные квартиры 2007 года. Ну вот в тех годах, когда многие брали недвижимость в кредит, я понимаю, в жирные годы. То есть... Эти долги на доме, и никто их не собирается списывать, и никуда они пока не деваются. Все, что я могу сказать. То есть, если вдруг человек, который попал вот в эту коллизию, и если он сейчас попытался, пытается или становится банкротом, тогда решение какое-то есть. Если все остается так, то значит дом должен. Все. И почему так? Это надо задавать вопрос, ну, по всей видимости на уровне Сайма. Потому что там блокируются всяческие решения, которые направлены на какое-то разрешение этого вопроса. Ну вот нам слушательница уточняет, даже говорит, что 18 тысяч вот висит на доме. Ну и спрашивает, а списание? Ну вот вы уже вроде бы ответили, скажешь. Насчет списания, это должно быть либо политическое решение, оно тоже, я бы не сказал, что его можно принять такое однозначное политическое решение, которое там вот наряду с действительно... Вообще, в данной ситуации, наверное, во-первых, нужно понять, что есть не... У нас сейчас определено два момента. Смерть человека и... Банкротство, да. Ну, с этими долгами 18 тысяч, ну, ждите, пока должник уйдет в мир иной. Тогда у вас появится какая-то возможность это списать. Хотя, опять-таки, эти долги наступили до 14-го года и списать их будет невозможно. Значит, там нужны какие-то другие законодательные решения. То, что эта проблема требует решения, она точно требует решения, только непонятно кому и за чей счет списывать. И как списывать, если долги были созданы в результате, ну, юридической ситуации, а списывать частным предприятием. Вот как это все будет решаться? Это большой вопрос. Но сейчас нельзя расслабляться, надо понимать, что эти долги ваши. Ну, получается, что эта ситуация рано или поздно, ну, как бомба замедленного действия, может рвануть, да? Ну, ее рано или поздно придется решать или она решится естественным, как говорите, путем? Вообще решать ее придется все равно, то есть это неизбежно. Другое дело, кто каким образом, потому что сейчас ситуация усложнилась. Если раньше эти долги висели и висели и ничего не происходило, то есть отопление какими-то там путями подключалось, что-то там, ну, долги есть, они давят, ну, скажем, в виде рюкзака тяжелого за твоей спиной. Но с этого года Ригас Силтумс, основной кредитор, в этой доле долгого Ригас Силтумс и Ригас Суденц являются основными кредиторами. Они начали начислять штрафные санкции. Поэтому эти 18 тысяч, они при 0,2% годовых, дневных точнее, они могут вырасти в весьма и весьма большие суммы. Поэтому теперь уже пошел вопрос о том, что замедление смерти подобно. Потому что я могу вот на вскидку сказать, если было 18 тысяч, и если там не было штрафных санкций от самого Дома управления, то давайте считать, 25% от этой суммы это долг Дома управления, все остальное это долги поставщикам услуг. Вот и считайте. Получается так, что 3 четверти от этого долга, это, грубо говоря, 15 тысяч, или там 14 тысяч, это долг Силтумс и Ригас Суденц под 0,2% в день. В день? В день. Ну, вот тут за месяц сколько набежит. И почему все так спокойны, я не очень понимаю, потому что эта ситуация такая. А если в случае, вот, действительно, ситуация будет пущена на самотек, и эти проценты уже превысят даже саму сумму долга, или все равно они будут... По-моему, они не могут превысить сумму долга, но они могут достигнуть суммы долга. То есть, ну, опять-таки, и тут надо смотреть, потому что там есть разные варианты. Наша слушательница спрашивает, может ли списать свою часть долга хотя бы Дома управления? Может, за счет жильцов. Не надо быть наивными. В Дома управления своих денег нет. Давайте мы с вами скажем так. Если мы берем затраты Дома управления, то это что? Это зарплата работников и минимальный набор материалов и инструментов, который нужен для технического обслуживания. Это то, что мы получаем за обслуживание и то, что мы тратим. Ну, да, закон позволяет нам заложить там 10-15% прибыли. Ну, обычно 10%. Ну, да, я опять-таки повторяю. Затраты Дома управления в общей части квартплаты составляют в среднем 20%. Значит, от этих 20% мы можем получить 10% прибыли, то есть 2%. Вот эти 2% – это все, весь нашу возможность резерву, потому что все остальное списание. Как вы себе представляете, вот когда мы не получаем полную сумму за обслуживание, я должен дворнику сказать, слушай, тетя Маша, сегодня там твои жильцы не заплатили, ты подожди, пока она заплатит. Тогда мы тебе зарплату выплатим. Вот здесь начинается такая коллизия. Я еще раз хочу сказать, что когда мы говорим о долгах, то надо понимать, что Дома управления в этих всех затратах, оно занимает самое последнее место. И оно вынуждено, вот в случае банкротства оно вынуждено списывать. Но я понимаю так, что пока это в пределах самих Затрудного управления хорошо, но мы сейчас начнем завкладывать в себестоимость риски списания долгов. И тогда вырастут понятные условия. На самом деле мы с вами обсуждаем о том, что сейчас долги не опасны, потому что их можно взыскать реально. И после 2010-2011 года юридические такие припуны основные были сняты. А вот то, что было до этого, ты уже никак никуда не внесешь. Это было прошлое. По факту это, ну, давайте будем говорить откровенно, значит, что-то не заплачено Силтумсу, что-то не заплачено за ремонты. То есть эти деньги, ну, они так или иначе должны быть внесены. Их списать просто так не получится. Тот же самый Силтумс, если он будет вынужден списать эти суммы, ему нужно давать возможность. За счет чего? У нас, ну, самый последний, очень короткий звонок, потому что две минуты осталось буквально. Да, здравствуйте. А почему же тогда Силтумс не списывает те долги, которые вот в физлицо признано банкротом по суду? Почему же они не списывают, если даже есть такой закон? И вы же сами говорили, даже Министерство экономики признало, что они нарушают, что на них никак нельзя подействовать. Государство в государство. Ну, они не списывают, потому что они бесстрашные парни. Было в свое время, в 90-е годы, кто помнит, такая пословица, что долги отдают только трусы. В данном случае Вига Силтумс бесстрашный парень. А на самом деле, я имею ответ, я говорил об этом от Министерства, от Совета по конкуренции, что они рассматривают это действие Силтумса как антрот, эгоизм, это недобросовестное использование доминирующего положения, и это находится в вопросе под контролем Совета по конкуренции. Я ожидаю, мы в последний раз внесли уже доказательства того, что после того, как Григо Силтумс был предупрежден о том, что он действует таким образом, они не среагировали. на решение, на рекомендации Совета по конкуренции, не исключая, что в ближайшее время мы получим продолжение истории. Почему Вига Силтумс отвечает откровенно? Неофициально говорит, так подавайте на нас суд. Я считаю, что если они считают, что они могут нарушать законы, то пускай они у меня требуют незаконную сумму. Не буду с ними судиться, и мы им не платим эти суммы. Да, там проценты накручиваются. Но это почему, я, по-моему, ответил, бесстрашно. Ну, продолжение этой истории уже, наверное, в следующих программах. Добро пожаловаться. Сергей Сидорков был в нашей студии. Спасибо большое. Всего доброго.